Здравствуйте, уважаемые любители! В прошлом обзоре мы знакомились с напольниками немецкой компании Кентом Ergo 690 Сегодня у нас полосники этой же линейки Ergo 620 Я только что достал эти системы из коробки Надо сказать, что сам процесс распаковки вызвал приятные эмоции То есть все запаковано очень надежно, качественно В то же время распаковывается очень легко Акустика Все то же самое, что и у модели 690 То есть это просто только меньше размером Полосники, двухполосники А качество отделки то же самое Не подкопаясь, что называется Шпон вот этот, он будет служить очень долгие годы Ничего с ним не случится Защитная сетка Я даже и не стал ее пытаться снимать Помяту я о том, что у 690 так не смог снять И вот, значит, есть мнение по поводу вот этой вот защитной решетки металлической То есть вот эта вот защитная металлическая решетка Она благотворно влияет на звук То есть она участвует в формировании звука Вот есть такое мнение Говорю это на полном серьезе То есть как бы читал про это Вот и как бы Вот, например, другая немецкая компания ЕЛАК На некоторые модели она прилагает два вида решеток Одни тканые, другие металлические Как здесь Дескать, при установке тех или других решеток Характер звучания меняется Ну, насколько здесь они влияют на звук И как влияют Проверять я не буду Пусть это проверяет будущий владелец этих акустических систем Также, значит, здесь мы видим Высокочастотный динамик Из алюминиево-магниевого сплава 25 мм Также в обрамлении в таком вот В рупорном, неглубоком Значит, я еще упустил вот такую маленькую детальку Что перед высокочастотником Находится акустическая линза Небольшая такая в виде Однокопеечной монетки Размером акустическая линза Которая призвана Улучшать высокие частоты Улучшать направленность высоких частот То есть компания указывает Что начиная с 15 кГц Направленность высоких частот Она такая круговая Средний низкочастотный динамик 180 мм в диаметре Также из алюминия сделан То же самое, что и У модели 690 Подвес Также, значит, из мягкой резины С-образной формы Вот то, что он С-образной формы Это улучшает Ход линейный диффузора Увеличивает линейный ход диффузора На задней панели Клеммы изолированные Качественные Отверстия порта фазоинвертора Видите, на задней стенке Поэтому Вот сама компания В плане расположения этих акустических систем Рекомендует их устанавливать Не ближе 30 см от стены Акустика сделана в Германии Чем вот здесь Вот видите, надпись Сделана в Германии Характеристики акустических систем Диапазон от 33 Гц До 40 тысяч Гц Чувствительность 86,5 дБ Невысокая чувствительность Поэтому думаю, что усилитель помощнее Не помешает Сопротивление 4-8 Ом Подводимая мощность Номинальная 70 Вт Кратковременная пиковая 130 Вт Частота раздела кроссовера Здесь 3 кГц Пока еще не слушал Эти акустические системы Но вот перед обзором Немножко так бегло Пробежал По форумам Значит Слушайте, хвалит народ? На форумах чаще ругают Здесь как бы народ хвалит Эту акустику Вот запомнилось Значит, один форумчанин выступает Пишет следующее Что у него С усилителем Rottel Работали Полосники Бауэрс Уилкинс 602 С3 Вот я хорошо знаю Эту акустику Бауэрс Уилкинс 602 Именно что она Эта акустика Отличается динамичным звучанием Широкой очень сценой И вот он пишет Что вот эта акустика Вот в плане сцены Она еще лучше даже Чем эти Бауэрс Уилкинс И вот Кажешься, источника звука Они хорошо сфокусированы Хорошо так спозиционируются Ну, то есть как бы вот Ну, проверим Проверим Пока вот разогрею их немножко Потом проверю Продолжение следует...